Кэти, какие у тебя в твоей жизни были самые счастливые моменты или периоды? Ой, очень много. Первый раз, когда мы с Рокки встретились, сказать, что это был такой вот абсолютно такой счастливый момент. Мы все время шутим, что у нас каждый день это день Валентина. Нам просто хорошо, мы очень счастливая пара. И так вот выделить. Когда у меня что-то хорошо получается, у меня бывают моменты, когда я проведу тренинг и приду домой. Ох, это было здорово, как я хочу. То, что я делаю, это потрогать невозможно. Это просто атмосфера, которую я создаю. А потом люди туда приходят, и вот им хорошо. И вот, наверное, вот такие моменты. Вот я тебе скажу, что когда закрыли, я придумала себе, я открыла виртуальный бар. Каждую субботу, вот сейчас через несколько часов. У меня открывается бар, ты тоже можешь прийти, я тебе пошлю приглашение. Конечно, это на грузинском языке, но я могу создать там русскую группу или английскую группу. И люди приходят, мы там и тосты говорим, и музыку слушаем, и общаемся. Когда я делаю какой-то, создаю что-то, где людям бывает хорошо, вот это мне приносит очень большую радость. А этот бар, сколько человек приблизительно ходят в этот бар? Начинаю с 20 и кончаю до 200, смотря на как хочет. Но я всегда шучу, когда пришли больше, я сказала, что мы начинаем расширяться. В зуме я же могу создавать разные комнаты, так что у нас очень много комнат добавилось. У нас приходят люди, они читают свои любимые такие стихи, или мы, включая музыку. А сегодня у нас будет день, когда мы будем смотреть разные моменты из грузинских фильмов, таких юмористические моменты. И у нас будут разные там тривия, вопросы и так далее. Здорово. Я устроила для своих друзей такого типа виртуальные встречи. То есть у нас раз в неделю, иногда раз в две недели, по воскресеньям, в 8 вечера по венгерскому времени мы встречаемся приблизительно на 2 часа. И общаемся, и это очень хорошо. Так что твоя вообще идея там супер. Да, я с американскими друзьями начала делать, они очень любят грузинскую кухню. Так что мы в воскресенье вечером собираемся, мы вместе делаем, я что-то им показываю, хингали, например, и мы вместе делаем хингали по зуму. Значит, как только нас закрыли на карантин, я почувствовала, что людям, которым необходимо общаться между друг другом, надо было что-то делать. Так что мы создали виртуальный бар, который работает каждый субботу с девяти до двух ночи. Приходят разные люди. С самого начала были мои друзья, а потом они пригласили своих друзей, они и своих друзей. И вот там у нас ситуация, где люди знакомятся, разговаривают. Мы тасты говорим, все приносят свою, кто хочет воду пьет, кто хочет вино пьет. Но один очень важный момент, который я, как правило, учредила, это все должны одеться так, как мы идем в бар. Потому что очень многие люди, когда они дома остались в карантине, очень многие начали вот так эмоциональный у них таунхилл. И вот все должны там нарядиться, и никакие там спортивные одежды, никакие тапочки должны все вырезаться и так прийти в бар. Сегодня у нас будет день грузинского кино, мы будем смотреть разные моменты, такие юмористические моменты из грузинских фильмов, делать разные там. У нас будет конкурс, будут маленькие моменты, музыкальные моменты, и они должны отгадывать, из каких грузинских фильмов это было. И вот просто вот ситуация, где абсолютно разные люди встречаются, там профессора, там студенты разного возраста, там здесь и тинейджеры. Вот такая сумка интересная. Здорово, ты знаешь, я вспомнила, как я была в Убилиси, это, по-моему, уже второй раз я была в Убилиси, в 87-м году я работала на кинофестивале. Я тогда встречалась и была в гостях, была приглашена к Параджанову, такой режиссер, и представляешь, я работала, переводчица из группы венгров, они были режиссеры. И вот эту группу Параджанов пригласил к себе домой, и я смотрела уже еще и до того, очень многие его фильмы, и я была потрясена тогда. И тогда мы встречались, я уже не помню, с кем еще, с других грузинских режиссеров. И очень интересные были у нас дискуссии на тему фильмов, на тему отношения к людям, и в Грузии, и в Венгрии, очень-очень разные. Продолжение следует...